Нет войне! Нет войне! Скандировали сегодня жители Казахстана, который является союзником России. Говорили на казахском. И на понятном для Кремля языке. Смерть русской империи за! Смерть! Выбирай свою армию! Путин! Путин! Так на французском языке звучит «Путин – убийца». Тысячи жителей Парижа собрались на площади республики, чтобы выступить против российского вторжения и выразить свою солидарность с Украиной. Были флаги, лозунги и слезы. Много слез. Остановите войну! Остановите войну! Это просто, это просто боль! Женщины теряют своих отцов, своих братьев, своих мужей, своих детей. Это неприемлемо. Поэтому я всем сердцем с ними. Я надеюсь, что мы им поможем. И я надеюсь, что этот необыкновенный, мужественный президент Владимир Зеленский найдет поддержку. Are you brave? Are you brave? Жители Лондона скандировали антипутинские лозунги и призывали британское правительство ввести дополнительные санкции против России. Они недостаточно работают над санкциями, потому что они не вступают в силу немедленно. Они должны незамедлительно конфисковать эти активы, чтобы эти средства поступили в фонд, который будет использован для восстановления Украины. Мы молимся о победе, военной победе, но мы также молимся и о духовной победе. Поражение Владимира Путина на самом деле освободит российский народ. Они также станут свободной нацией. Тысячи жителей Мюнхена образовали живую цепь, выступая против российского вторжения в Украину. Демонстранты между украинским и российским консульствами образовали линию, которая протянулась через весь город. Это полное дерьмо, что делают русские и что делает Путин. Он убийца. На протяжении десятилетий мы поддерживали поведение деспота. Мы на Западе делаем себя такими зависимыми, экономикой или нет. Но цена была определенно слишком высока, и мы поняли это слишком поздно. Цвета радуги и украинские флаги заполнили итальянскую столицу. Война – это ужасная вещь. Если мы, молодые люди, не можем напрямую влиять на политику, мы здесь для того, чтобы донести наше послание. Я за сильный, независимый Европейский союз, за будущее, где уважаются права каждого и где нет войны. Одна из самых массовых акций поддержки Украины прошла в чешской столице. Более 40 тысяч человек приняли участие в демонстрации против российского вторжения в Украину. Украинцы заслуживают нашей полной поддержки. Если они не остановят Путина, нам придется остановить его через несколько лет. На Вацлавской площади участники митинга слушали обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского. В Тель-Авиве протестующие требовали от правительства Израиля решительных действий по отношению к России. Накануне премьер-министр страны Нафталий Беннет встречался в Кремле с Путиным. Я думаю, что это не повод разговаривать с психопатом. Путин давным-давно потерял рассудок. Я пришел выразить солидарность с украинским народом и призвать израильское правительство занять четкую позицию в отношении агрессии россиян. Протестовали против развязанной России войны и жители далеких от Украины стран. В Чили митинг прошел у посольства России. Жители Боливии выступили против действий России и против своих властей, которые на Генеральной Ассамблее ООН воздержались при голосовании за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и требующую прекращения военного наступления. Украина! Выступают против войны и спортсмены. Поддерживают украинцев музыканты. А в Вильнюсе запустили воздушные шары с 20-метровыми флагами Украины. Воздушный шар – символ Вильнюса. И сегодня они пролетят над Вильнюсом с украинскими флагами, чтобы поддержать Украину и сказать, что мы против войны. Важно поддерживать украинский народ и, знаете, если не мы, то кто? Каждый должен знать, что происходит в Украине. И наша цель – мирное небо и мирная земля. Весь мир ждёт мира.